МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газовщиков не надо, придут и напачкают. Очевидцы трагедии дают в суде показания по делу о взрыве бытового газа в доме на Пробной. Фурманова и Горького соединит обновленный подземный переход. Тоннель начали ремонтировать. Историко-культурное достояние России. Музей-заповедник Кижи принимал поздравления с полувековым юбилеем. Добрый вечер. Уходящий четверг. Материалов журналистов телеканала Ника+. Вы смотрите новости в студии Алена Сянти. Хозяйка квартиры не хотела, чтобы газовщики испачкали полы, поэтому аварийную службу не вызвали вовремя. В Петрозаводском суде продолжается процесс по делу о взрыве бытового газа на улице Пробной. Сегодня выслушали показания сотрудницы почты, находившейся в подъезде за пять минут до трагедии. Вторым свидетелем выступила диспетчер, которая в день происшествия приняла звонок о запахе газа в жилом здании на Пробной. Напомню, что трагедия случилась 19 сентября прошлого года. В результате взрыва в жилом доме погибли три человека. Ольга Глинская – сотрудница почты. В день происшествия она принесла пенсию пожилым жителям дома на Пробной. Я вышла из этой квартиры за пять минут до взрыва. Я успела пройти до дома 22-го полначерского. Произошел взрыв, сильный взрыв был. Меня подкинуло даже волной. По словам почтальона, запах газа ощущался и в подъезде, и в квартире получателей пенсии. Я когда открыла, мне, естественно, запах этот лицо дал. Я встала и стою, и вот бабулька приходит, я ей говорю, пахнет. Она очень плохо слышит, я ей раз 15, наверное, крикнула. Потом же показала, что пахнет газом. Она говорит, нет, Олечка, Лена сделала ремонт. Я ей сказала, может быть, вызовем газовиковку. Она говорит, ой, придут тут, напачкают мне. Не, не надо. Я вышла на улицу, с четвертого подъезда шел молодой человек, но, говорю, по-моему, все-таки пахнет газом. Он при мне достал мобильник и стал звонить. По версии бывшего диспетчера Горгаза, в день происшествия в аварийную службу позвонила некая женщина. Поступил, да, звонок, звонила женщина, что пахнет газом в подъезде. Вот заявка зафиксирована и сразу же передана мастеру. Взрыв произошел, когда бригада была в пути. В итоге служба Горгаза оказалась вне подозрений. На скамье подсудимых один человек, рабочий, выполнявший ремонт в квартире, в которой произошел взрыв. В том числе он проводил манипуляции с газовым оборудованием. Потерпевшая сторона, родственница жертвы взрыва, напробно и требует возместить ущерб. Без малого 625 тысяч рублей. Судебный процесс продолжается. В Петрозаводском подземелье появится свет. Начался ремонт подземного перехода между улицами Горького и Фурманова. Сейчас ведутся подготовительные работы. До 25 декабря в тоннеле появится освещение и новая лестница с бетонным пандусом. На это городская администрация выделила 778 тысяч рублей. Сейчас в переходе идут подготовительные работы. Очистка ступеней от снега и льда, удаление старых стяжек и устройство опалубки. Скоро здесь появится новый лестничный спуск, бетонный пандус и галогенное освещение. Свет, галогенные прожекторы по 10 киловатт, 51 штука. Через каждые 6-7 метров по 3 прожектора. Причем на обоих сторонах туннеля. Ремонт должен завершиться к 25 декабря. Представитель подрядчика Петрострой КСМ говорит, что работы будут выполнены в срок. Бригада работает в усиленном режиме с 8 утра до 7 вечера. На время ремонта переход не будут перекрывать. Единственную в Петрозаводске подземку собирались ремонтировать десятилетиями. Вспомним, как это было в материалах наших корреспондентов. Сегодня в Китае отмечают праздник фонарей. Миллионы фонариков в этот день освещают поднебесную. Точно такой же праздник, только каждый день, можно устраивать в Петрозаводском подземном переходе. В темноте опасность поджидает на каждом шагу. Одна лампочка, другой раз горит и все. Идешь, конечно, по одному здесь страшно вообще ходить. Вот сегодня я чуть ли было не навернулась. Думаю, ну все. И сама тут разобьюсь, и ребенка куда-нибудь. Днем здесь надо быть осторожными, а ночью лучше не ходить. Спускаться по ступеням опасно для здоровья. Можно получить травму. О том, что уже несколько лет переход между улицами Гоголя и Фрунца находится в аварийном состоянии, администрации города известно. В прошлом году она даже разработала проектно-сметную документацию по ремонту перехода. Этот глухой и плохо освещенный тоннель хорошо приспособлен разве что для криминальных элементов. Поэтому ходить здесь в одиночку небезопасно, особенно вечером, особенно дамам. Чтобы найти хозяина перехода, прошла череда судов между администрацией и управлением РЖД. После чего переход официально определили как объект, принадлежащий городу. На его ремонт городские власти выделили 778 тысяч рублей. По информации подрядчика, сейчас администрация разрабатывает проект по замене покрытия пола, проведению дренажа и обновлению потолка. Маргарита Михайлова, Владимир Волотовский, телеканал НИКО+. Карельские парламентарии снова затронули тему детских пособий для малообеспеченных семей, воспитывающих детей до трех лет. Напомним, что осенью социальные службы перестали выплачивать положенные родителям пособия на детей и попросили вернуть ранее полученные деньги. Обделенные многодетные мамы обратились за помощью к общественникам. Эту тему обсудили и депутаты. Перед ними на заседании ЗАГС-собрания отчитались чиновники. В ходе последней министерской проверки выяснилось, что некоторые малоимущие многодетные семьи в своих заявлениях на пособие на ребенка до трех лет не указали, что истратили материнский капитал, например, на погашение ипотеки. Чиновники Министерства социальной защиты Карелии посчитали реализованный материнский капитал как доход и попросили вернуть выплаченные пособия в добровольном порядке или через суд. У некоторых семей долги перед государством доходили до 300 тысяч рублей. Возмущенные таким необычным способом наполнить бюджет, мамы также стали искать правду в суде, и правозащитники стали на их сторону. В итоге на последнем заседании Законодательного собрания министр социальной защиты Ольга Соколова сообщила о том, что сейчас все взыскания способий якобы в счет долга приостановлены. Главой республики дано поручение сейчас министерству подготовить проект внесения изменений в наш региональный закон 927 и прописать буквально, что эти средства не будут учитываться в составе совокупного средневшивого дохода. Заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Мазуровский обратил внимание министра на то, что органы соцзащиты Карелии продолжают судиться с матерями. Несмотря на уже существующее решение Верховного суда Карелии и позицию министерства по этому вопросу. С 16-го будет разбираться в городском суде, опять ваше право перенести срок и опять опротестовать решение городского суда. Вот если говорите, что этим вопросом занимаетесь, почему вы тактику свою не измените? Ольга Соколова, в свою очередь, пообещала лично уточнить позицию социальных служб по тем искам, которые до сих пор рассматриваются в суде. Мария Кравцова, Александр Борисов, телеканал НИКА+. Музей-заповедник Кижи разменял полтинник. На торжественном заседании в Национальной библиотеке сотрудники и друзья музея поздравляли друг друга с 50-летним юбилеем, подводили итоги и строили планы на будущее. Музей Кижи был основан на базе архитектурного заповедника 1 января 1966 года. Уже 50 лет его сотрудники ведут ежедневную работу по сохранению архитектурно-этнографического наследия русского севера. Как рассказали участники юбилейного заседания, сегодня одной из важнейших задач музея является реставрация Преображенской церкви. В 2014 году работы на объекте были приостановлены. Федеральные чиновники потребовали подготовить проектно-сметную документацию по всем этапам реставрации. В настоящий момент эта проблема уже решена. Проект прошел государственную экспертизу и согласован. На 2017 год запланирован очень большой объем работы. Это реставрация третьего технологического пояса, это разборка второго технологического пояса. И как вы видите по числу, у нас остается один первый технологический пояс, но необходимо отреставрировать третий и второй. И это предполагается реставрацией 12 главок. Это достаточно большой объем работы для подрядных организаций и ответственных. Конкурсные процедуры завершились 2 декабря. Реставрацию Преображенки продолжит архитектурно-реставрационный центр «Заонежье», который работает на объектах музея-заповедника Кижа уже более 10 лет. Все мужчины делают это. «Мужской секрет» петрозаводской публики откроют в одноименном спектакле звезды российского театра и кино. 16 декабря на сцене «ДК машиностроитель» Анастасия Заворотнюк и Арарат Кищан. Этих звезд театра и кино любят. С героями их картин грустят и смеются. Фильмы с их участием пересматривают много раз. Анастасия Заворотнюк, известная по картинам «Мамы», «Кот апокалипсиса», «Моя прекрасная няня» и Арарат Кищан, полюбившийся зрителям в сериале «Универ». Известные актеры выступят 16 декабря на сцене «ДК машиностроитель» в постановке «Все мужчины делают это». События спектакля разворачиваются вокруг двух соседских семейных пар, а также лучшего друга одной из семей. Трое харизматичных мужчин и две обворожительные женщины. Одним словом, колоссальный простор для многочисленных щекотливых ситуаций. Искрометный юмор, зажигательные танцы и актерский состав – секрет популярности театрального проекта, который много лет с успехом идет в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь добрался и до карельской столицы. Билеты можно приобрести в «ДК машиностроитель», а также на сайте и в отделах «Кассир.ру». Поспешите, до звездной премьеры осталось всего 9 дней. Порадовать друзей и прославиться на всю республику. У вас есть шанс засветиться на ТВ. Телеканал «Ника Плюс» объявляет конкурс на лучшее новогоднее видеопоздравление. Съемки пройдут завтра, 9 декабря, с 13 до 14 часов на первом этаже торгового центра «Макси». У вас будет ровно 30 секунд на поздравление. Наряды, стихи и песни приветствуются. Репетируйте и приходите. Мы вас ждем. Это все новости к этому часу. Вас еще ждет рекламная информация и программа Светланы Пушкиной «Домашний доктор». Речь пойдет о профилактике СПИДа в Карелии. А я, Алена Сентя, с вами прощаюсь и желаю приятного вечера. До встречи. День открытых дверей строительно-финансовая компания проводит регулярно и каждый раз старается максимально подробно ознакомить всех желающих с условиями заключения договора. Продемонстрировать законченные строительством и строящиеся жилые дома, предоставить консультации по ипотечным кредитам у банков-партнеров. Все приглашенные могут осмотреть квартиры и задать специалистам вопросы о технологии производства и лично убедиться в качестве производственных работ. Надежность, цена, качество, сроки сдачи дома – всем этим критериям отвечает строительно-финансовая компания. Очередной день открытых дверей пройдет 10 декабря 2016 года с 11 до 15 часов по адресу Улица Красная, дом 10, офис 705. Предварительная запись по телефону 44 55 55. На этот раз те, кто приобретет квартиру в уходящем году, смогут принять участие в розыгрыше телевизора. Редактор субтитров А.Семкин